Городские улицы, салдинские школьники, воспитанники детских садов раскрасили в яркие цвета. Свою мечту о будущем Верхней Салды ребята воплотили в рисунках, которые стали участниками конкурса «Лучший эскизный проект общественной территории». На творческое соревнование поступило более 40 работ. Все рисунки замечательные. Замечательно, что этот конкурс вообще решили провести. Видно, что дети отнеслись к данному конкурсу с душой. Рисунки на самом деле прекрасные. Лучшие эскизы благоустройства выбирала общественная комиссия в составе руководителей муниципальных предприятий и учреждений, представителей администрации городского округа, индивидуальных предпринимателей. Все интересно. Особенно понравилось учеников больше всего второй школы. Работы из всех рисунков 12 рисунков, где дети нарисовали колесо обозрения. Раньше за бывшим рынком у нас была такая площадка, где было колесо обозрения, где были самолетики, крутились, карусель, машинки электрические. Оттуда молодежь, дети не вылазили вообще с родителями. То есть, если бы, конечно, вот такое у нас сделать на какой-то территории, я думаю, это было бы прекрасно. Дети это, в принципе, отметили, и никто их к этому не подталкивал. Они бывают в других городах, крупных, особенно в Екатеринбурге, видят это все. Им это очень нравится. Это, я считаю, надо воплощать бы в жизнь. Вполне вероятно, что именно эта детская идея и будет реализована в текущем году. Целый месяц солдинцы выбирали общественную территорию, парк, аллею или сквер, которую, по мнению большинства, нужно благоустроить в первую очередь. Оставляли заполненные анкеты в пунктах сбора предложений, голосовали на сайте администрации онлайн. Всего, по данным администрации, было получено 27 975 анкет. Наибольшее число голосов жителей города – 8 795 – было отдано за преображение пустыря возле авиаметаллургического техникума. Еще два объекта – Комсомольская аллея и Дворцовая площадь – будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта. Выбранная солдинцами территория победитель будет благоустроена в текущем году. Другие предложения солдинцев, которые не вошли в итоговый перечень для голосования, будут доработаны и включены в программу стратегии социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года.